Лисовый отреагировал на скандал с учебником с картой без Крыма. В Украине в учебнике украинского языка для седьмого класса напечатали карту без полуострова Крым. Однако издатель за свой счет заменит книги. Как сообщает РБК «Украина», об этом в Facebook написал министр образования и науки Украины Аксен Лисовой, что предшествовало. В понедельник, 9 сентября, в соцсетях распространилась информация о том, что в учебнике украинского языка для седьмого класса напечатали карту Украины, на которой нет полуострова Крым. Как заявили авторы учебника, они признают свою недосмотр, а карта в таком виде попала в учебник по невнимательности. Недопроверили, недосмотрели, мы можем назвать это по-разному, но факт остается фактом, мы бессознательно сделали больно людям и извиняемся за это. Крым наш, украинский, это безоговорочное утверждение, и мы его проговариваем четко еще раз и готовы делать это снова и снова, заявила автор учебника Анастасия Анатей. Реакция Лисового. По словам Лисового, техническую ошибку в учебнике за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна. Министерство образования и науки Украины имеет вопросы к качеству школьных учебников. Эти вопросы связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования. Их мы поднимаем не впервые, написал Лисовый. Он отметил, что со 2 сентября 2024 года решением Министерства экспертизу будет обеспечивать Украинский институт развития образования, УРО, а в 2025-2026 годах МОН завершает реорганизацию Института модернизации содержания образования. Сокращение количества предметов в школах. Ранее Аксен Лисовый рассказывал, что МОН не рассматривает сокращение ключевых дисциплин. Однако в ведомстве будут работать над тем, чтобы они были концентрированы. Он напомнил, что в старшей профильной школе, начиная с 2027 года, учащиеся смогут выбирать направление, которым желают учиться. При этом учащиеся 7-9 класса имеют около 20 предметов, и такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения, при том, что не все имеют возможность пользоваться гаджетами для дистанционки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины, читайте на канале Новости Украина в Телеграм.